Помогут ли вот такие меры защититься от хакеров? И научилось ли государство предотвращать масштабные атаки с помощью вирусов? Обсудим с одним из лучших украинских экспертов в сфере IT, Александром Ольшанским. Он сейчас на связи со студией, подробности недели. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что нашли время. Смотрите, политики хотят ужесточить наказание за кибератаки. По вашей оценке, у нашего государства вообще есть ресурс, чтобы расследовать и доводить до приговора такие преступления? Наши тюрьмы могут и вправду заполниться хакерами? Ну, смотрите, конечно же, намного важнее не, собственно, срок заключения, а, так сказать, неотвратимость наказания. Вот, поэтому, там, будет это 6 лет, или это будет 8 лет, или это будет, там, даже 2 или 3 года, это не так важно. Важна, конечно же, неотвратимость наказания и ресурсы, как вы говорите, для расследования. В принципе, надо сказать, что за последние пару лет киберполиция и соответствующие подразделения СБУ, они, ну, сильно окрепли. То есть, многому научились, там, в принципе, работают, ну, грамотные люди, особенно киберполиция, вот, ну, вы знаете, там был конкурс, и там такие довольно высокие зарплаты сейчас платят. Вот, поэтому, ну, в общем, в принципе, есть такая возможность. Другой вопрос, что, ну, понимаете, это же очень распространенное явление, то есть, и не хватает просто сил, потому что они, в основном, конечно, сосредоточены на защите каких-то действительно важных ресурсов. И вот это вот то, что там сайт упал или что-то такое, это, конечно, никакого отношения к безопасности большой не имеет. Ну, упал сайт и упал, там, ну, его поднимут, в конце концов, из резервной копии данные зальют заново, даже если его зашифровали. Гораздо опаснее, конечно, атаки вирусные на сети, на, собственно, инфраструктуру. И, ну, мне кажется, что после вируса, Петя, было сделано довольно много работы, но, понимаете, такая бесконечная война, то есть, невозможно сесть и сказать, мы все сделали, у нас все хорошо, значит, мы ко всему готовы. Ну, кстати, вы о вирусе, Петя, раз вы вспомнили, следующий вопрос. Вот если вы оцениваете нынешнюю государственную политику как улучшившуюся, да, по отношению к кибербезопасности, то все-таки вот масштабные атаки, как в прошлом году вот с вирусом Петей, они могут повториться или уже нет? Вы знаете, вот недавно совершенно я столкнулся, там у нас Министерство здравоохранения проводит реформу, и там вот сделали эту систему e-health, вот она сделана, на мой взгляд, концептуально очень правильно с точки зрения безопасности. Система, которая была сделана, скажем, вот в налоговой инспекции, через которую распространялся вирус Петя, да, он распространялся через вот эту систему регистрации налоговых накладных, она концептуально более устаревшая, и она концептуально сделана менее безопасно. То есть основная идея заключается в том, что нельзя создавать одного монопольного поставщика услуг. Потому что когда у вас один монопольный поставщик услуг, какой бы он защищенный не был, рано или поздно его взломают. Ну вот, если посмотреть, скажем, на Минздрав, то там уже, хотя там только началась эта вся деятельность, там уже, по-моему, восемь компаний подключились к этому всему. И, ну, там так система устроена, что может быть очень много поставщиков услуг. То есть министерство предоставляет открытые, как бы, интерфейсы, открытые каналы взаимодействия, и компании уже подключаются и строят свои системы. Поэтому, мне кажется, что какой-то урок выучен, и, в общем-то, ну, мы как-то движемся вперед. Ну, будем надеяться, что движемся мы вперед все-таки быстрее, чем черепашьими темпами, и что ответственные у нас чиновники за кибербезопасность все-таки прислушиваются к советам таких специалистов, как вы. Спасибо за ответы. Александр Ольшанский, один из ведущих украинских экспертов в сфере IT, отвечал на мои вопросы.